Как было сказано в первом часе, первой половине нашего эфира, в гостях у нас находится сейчас Андрей Георгиевич Апложкин, директор муниципального жилищного фонда Абакана. Андрей Георгиевич, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что у нас все время прийти к нам в эфир. У вас сейчас горячая пора, безусловно. Ну, наверное, она и никогда для вас не была такой спокойной, скажем так. На этой неделе Андрей Георгиевич прошел штаб первый в градостроительном департаменте по строительству дорог, по реализации в том числе проекта «Безопасные и качественные дороги». Непосредственно участие, наверное, как и подрядчик, принимает муниципальный жилищный фонд. Вот здесь какое, скажем так, проектное участие? Муниципальный жилищный фонд победил в двух торгах по дорогам. Это улица Пятатинская и улица Стицкая. Ну, соответственно, две такие самые большие улицы в этом году в городе Абакане, которые будут отремонтированы. Ну, соответственно, всех подрядчиков, кто победил на торгах и стал исполнительным работой, всех пригласили на совещание, на штаб, чтобы определиться, во-первых, со сроками начала производства работы, то новые подрядчики познакомятся элементарно. Ну, и назначить, определить план действий, кто когда начинает и с какой очередности, куда идти согласовывать. Обсудили возможные перекрытия, какие схемы дорожного движения будут сделаны, как работать, чтобы создать меньше неудобств для жителей, для производства, для иммунных работ. Ну, все эти моменты, скажем так, технически обсуждали. Организационно-технически, скажем так, будешь ознакомить и на совещание первое. Оно будет проходить еженедельно, чтобы департамент держал руку на пульсе, но мы, соответственно, как бы тоже не расслаблялись. Ну, это таких вот два транспортных узла, что Пирятинская улица, что Аскизская. Ну, такое, опять же, автобусное сообщение. Сейчас еще, то есть, решается. Пойдете вы от, например, Стофата в сторону Ломоносова, либо от Ломоносова пойдете на Стофата? Нет, по Пирятинской определились. Пойдем от Ломоносова в сторону Стофата и улицу Пирятинскую будем перекрывать. Но не целиком. И именно будем, скажем так, захватками идти, чтобы освободить выезды во дворы. Ну, скажем, на несколько этапов разделим и частями будем делать. Чтобы, во-первых, действительно остались выезды со дворов для жителей. Ну, и самое главное, чтобы меньше этого транспортного коллапса было. первое. А второе, еще надо нам увязать завершение работы улицы Пирятинской в районе перекрестка с Стофата с ремонтом по улице Аскизской. Потому что там троллейбусное движение. Ну, соответственно, перекрыв две улицы, два перекрестка в один момент. Здесь есть нюансы, еще обсуждаем, как это сделать, в какие сроки, в какой месяц. И либо одновременно это делать, чтобы разом, скажем так, наслушаться всех добрых слов и закончить, либо это разводить на два разных этапа. Поэтому пока обсуждаем. Ну, первая часть, это Пирятинская, мы начинаем от улицы Ломоносова и пойдем с Стофата. Ну, да, сколько людей, столько и мнений. И каждая, скажем так, стройка вызывает определенные недовольства участия горожан. Ну, я думаю, что в этом порядке строители, в том числе вы, привыкли, скажем так, работать. Но, вот, Андрей Георгиевич, если брать прошлый год строительства, опять же, там, Пирятинской, ваши бывшие коллеги, в том числе, туда заходили, СГК, да, в принципе, там, энергетики, водоканал. А вот сейчас как сетевиками, скажем так, выстроить работу? Вы даете им здесь вот первенство определенное, чтобы они заходили на объект? По улице Пирятинской, помимо тепловых сетей, есть еще проложены водоводы и канализация. По канализации, по водоводу, решение такое, что работы там ремонтные, водоканалом производиться не будут. Будем работать без, скажем так, будем постараться работать с минимального действия, чтобы не повредить ни водовод, ни канализацию. Соответственно, сейчас думаю, определенное техническое решение, как это сделать, чтобы все прошло спокойно, без лишних повреждений, и в том числе и скрытых, потому что можно виброкатком раздавить трубы. Повреждений трубы не заметим, вложим асфальт, соответственно, потом все выйдет наружу. Новый асфальт придется копать. Поэтому думаем, смотрим, как это сделать, чтобы не повредить. По тепловым сетям, да, там тоже есть теплосети, она не подходит с листофата. В Пирятинской есть тепловая сеть медистрайна, пятисотка. Ну и вдоль, скажем так, тротуара, тоже по Пирятинской небольшая тепловая сеть, квартальная проложена. Ну, с коллегами из тепловых сетей будем еще общаться, разговаривать, как это сделать, увязать. Есть ли у них планы? Их точно, знаю, в ремонтной программе нет, но, возможно, они там скорректируют, либо, если состояние трубы нормальной, продиагностируют, оставим, не трогай. Ну, так, в силу бывшего руководства, наверное, с открытыми глазами можете определить, где какие. Мы там теплосеть, на самом деле, ремонтировали, да, там она требует ремонта, но она находится не в таком, скажем так, ужасном состоянии, что ему надо полностью срочно перекладывать. Там есть нюансы по локальным дефектам, но теплосеть в целом нормально. Ну, да, опять же, вот, если говорить о состоянии коммуникации, то, как район, они вполне еще дюжат, скажем так, может быть, там небольшая корректировка требуется. Был инцидент прошлого года, опять же, был задет одна из труб, скажем так, и небольшой такой коллапс-коммунальный случай случился. Но его, в любом случае, конечно же, устранили. Да, Пирятинская, она транспортная, конечно же, нагружена, безусловно. Вот здесь у нее какой-то повышенный будет запас прочности в дальнейшем? Ну, во-первых, дорожное покрытие восстановится, потому что там есть вопросы и к дорожному покрытию, и к его состоянию. Ну, самое основное, да, то есть, в любом случае, недостатки дорожного покрытия приводят к снижению скорости транспортного потока, ну, соответственно, как следствие, это те же самые заторы и пробки. Если эта дорога будет в нормативном состоянии, то, соответственно, скорость средняя увеличится. Ну, если организовать нормальный режим работы светофорных объектов, то можно, в принципе, от этого недостатка уйти. Что касается движения в период работ, то есть объездные улицы, можно уйти и по Остийской, и по Кошаронько объехать участок, который будет закрыт по Пирятинской. Там есть объезды по дворам, то есть, в принципе, будем так схему согласовывать, чтобы как можно меньше недопсоздать. Да, чтобы все-таки у горожан было возможности пешие транспорта. Ну, а что касается качества, ну, не с просажа дороги выбирается, на самом деле, у нас проект выбирается именно те дороги, которые действительно максимально нагружены, максимально подвержены износу, в общем-то, истиранию, и продавливанию, и колейности. Ну, соответственно, задача как раз у нас проекта привести в нормативное состояние с гарантией сроком 5 дней. Если мы говорим о парковочных местах, и вот самой ширине проезжей части, она как-то увеличивается? Нет, проезжая часть остается в тех же самых подделах, там расширять, по большому счету, и некуда. Там с двух сторон у нас, получается, ларьки, томаты, и все, и тротуары, и, возможно. Поэтому она будет в тех же самых границах, пусть небольшими, возможно, локальными изменениями. Потому что проект точно не связан с расширением, там будет как раз именно капитальный демонт. Нужна ли вам прошлая документация, то, что сделали дорожники-строители до ДК железнодорожников, и вот сейчас вам нужно смыкать, грубо говоря, к этому полотну? Какие-то расчеты ведутся по этому поводу? Ну, здесь идея, это работа диадезистов, да, то есть съемка отметок, то, что уже по факту сделано, там будем смотреть уже не по тому проекту, что был, а будем смотреть по текущим отметкам, которые на сегодняшний день имеются. То есть то полотно, что уложено, будем его снимать, соответственно, они к нему должны прийти, чтобы не было ступеней, кресленок и переходов. Есть у нас проект, свою часть будем делать ровно по тому проекту, что у нас имеется, но опять же с отнесением тех отметок, которые уже по факту имеются на отремонтированную часть, с нашей историей, которая сегодня нам в конкурсе досталась. Понятное дело, это задача и нашей администрации ДГАЗа, все это соединить, чтобы все было ровно и без всяких переходов. Ну, проект, если сравнить проект с проектом, проект такая штука, называется проект, да, то есть это проект, но есть факт, то, что имеется по фактически, то и будем снимать. Да, есть, конечно же, определенные там фактические поправки на ветер и другие обстоятельства. Аскизская, она, ну, такая соединяющая, опять же, наши живые районы, ну, и определенный, скажем так, пригород и выход уже на трассу. Вот здесь вы как-то будете по частям перекрывать? Делать или полноценно закрывать? По стискам детально еще не смотрели, как будем делать. Делать желательно, конечно, и со всем относиться, чтобы было качественно, конечно, надо делать перекрывать садыком и дело полностью, чтобы под асфальтовый укладчик зайти и пройти, чтобы было одинаковое покрытие без шивок и вот этих стыков по дорожному покрытию. Будем смотреть, там есть еще нюансы по отметкам, у нас еще нет конечных отметок, какие должны быть, но здесь по стискам мы еще детально не смотрели, поэтому начинаем с улицы Пирятинской и на стискам выходим чуть позже. Там у нас заложено фрезерование, то есть замена частичной дорожной одежды и полное асфортирование новое всего покрытие. Поэтому здесь пока не смотрели, но посмотрим по дорожной обстановке, потому что в любом случае, когда мы закроем улицу Пирятинскую, трафик по стискам в каких-то местах увеличится, но здесь будем посмотреть, как делать и что делать. Ну, наверное, центральный объект сейчас ваша школа на тысячу мест в жилом районе Арбан, вы там, наверное, чаще бываете, чем в кабинете. В стадии какой готовности находится объект? По Шкоде Арбан, действительно, да. Ну, в кабинете тоже приходится находиться, потому что моя работа как раз кабинетная, больше связана с работой с поставщиками, с поддатчиками. Моя задача – обеспечить строительство всем необходимым. На сегодня у нас завершаются работы по обшивке фасада, мультиплинию и, скажем, облицовке керамогранитом по блоку В. Осталось немного. Блок В тоже на 50% сделан, но в течение месяца мы тоже его завершим. И постепенно поддатчик переходит на блок А с тыльной стороны, обшивать утеплителем и закрывать керамогранит. То есть по внешней части будет через месяц все готово. Блок В и В у нас на сегодня ведутся активные наделочные работы. По блоку В мы через неделю, в следующую пятницу должны прийти двери, которые входные в классы. Будем их, получается, на следующий день с понедельника через полтора недели устанавливать. И уже, скажем так, полностью готовые кабинеты с чистовой отделкой, закрывать, чтобы уже туда никто не ходил. И с 1 июня по плану мы должны уже начинать заносить туда мебель и оборудование. Те кабинеты, которые готовы. И в соответствии с графиком поставьте оборудование, которое нам предоставил Архаград. По блоку Г у нас идет заливка, монтаж конструкций монолитных каркасов. На сегодня мы дошли до перекрытия третьего этажа. Осталось у нас залить перекрытие третьего этажа. И дальше последнее перекрытие тех этажа. И буквально неделю назад, ну, параллельно идет кирпичная кладка, первый этаж сделан. Там уже тоже начинаются отделочные черновые работы. И неделю назад Мехколон, это наш субподдатчик по блоку А, приступили к монтажу каркаса входной группы. То есть блок А состоит из двух частей. Одна, которая соединяет все три блока. И основная лицевая, скажем так, парадная часть, входная группа. Но фундамент там будет готов еще в прошлом году. Сейчас их откопали и все уже. На сегодня уже стоит армокаркас, выставляется опалубка. Мехколон приступил к завершающей стадии своей работы именно по входной группе. По нашим ожиданиям, концу мая, все эти работы по каркасу зданий должны быть завершены как по блоку Г, так и по входной группе. Чтобы уже максимально приступить к отделочным работам и завершить их в те сроки, которые мы для себя наметили. Не декабрь, как оно у нас по контракту, а существенно раньше. Задача, которая стоит перед всеми строителями передо мной лично, это 1 сентября. Да, что неоднократно. Сначала единожды поставил задачу и цель. Это глава города, конечно же, к 1 сентября полностью, что школа была готова. Я думаю, что это повторяется информацией на штабах. Температурные особенности. Ну, нас вот побаловало немножко ранним теплом. Как-то температурные особенности играют вам сейчас на руку? Ну, несомненно, игра это большой урод, потому что январь и февраль, к сожалению, стабильно холодные были месяцы. Много стояли из-за этого. И техника не работала дедравлой, когда и людям, на самом деле, минус тыс, работать, заливать бетон не особо комфортно, да и не особо быстро. Плюс прогрева дополнительные требуется. Сейчас температурные условия шикарные. Световой день. Удвенился, можно работать спокойно до 7-8. Что на школе происходит? Я только что оттуда приехал. Люди работают. Ну и самое главное, если тепло, во-первых, быстрее сохнут стены, мы проверим помещение, идет активная сушка. Идутся мокрые отделочные работы. Собеда задача еще влагу выгнать, чтобы потом все это не пучило, не тескалось и не взрывало ни полы, ни стены. Гораздо быстрее работ в тепле не надо. Прогревать, опять же, затраты на прогрев снижаются. Ну и скорость набора прочности всех, что бетона, что отделочных работ, скорость высыхания гораздо быстрее. Поэтому скорость выросла, численность мы нарастили достаточно серьезно. Сегодня на стройке порядка 160 человек работает. Ну и думаю, с такими темпами, таким составом задача должна быть. С 1 мая мы на сегодня ведутся работы по площадке уже, по устройству опора освещения. Нам пробросы кабелей, все, что под землю. И с 1 мая мы начинаем работу по благоустройству этой. Ну да, достаточно оперативно возводится учреждение. Это такой брат-близнец и 31-й, и лицея, собственно, Николая Геннадьевича Бакинова. Может быть, в этом плане строить несколько проще. Но, конечно, здесь сейчас задействованы колоссальные мощности, наверное, предприятия. Вот по оснащенности, опять же, всем, что есть, расходниками. По оснащенности на сегодня всего хватает, все есть. Основной дефицит у нас был, который в феврале мы активно решали, это дефицит кадровых ресурсов. Да, мы вынуждены были на школу перебросить людей с наших строящих жилых домов, с Лазурного, с ТНКОМа, частично, чтобы усилить группировку наших строителей. Да, нам это удалось. Сейчас перебросили отделочника, потому что возникли проблемы с иностранной рабочей силой. Но в любом случае мы численность на площадке не снижаем, и по отделочнику сейчас ее даже будем увеличивать. Потому что сегодня самый большой фронт, как раз, у отделочников. Стены готовы. Сейчас последнее слово, скажем так, ключевое вишенка на торте – это отделка. Стены есть, людей можно нагонять, численность можно увеличивать, чем сейчас и занимаемся. Поэтому здесь по материалам мы на сегодня закупили все. У нас куплены термограниты, утеплитель, и двери, то есть и линодиумы, подвесные потолки, все, что заказано проектом, куплено в полном объеме на Всевлоте, чтобы потом, скажем так, не зависеть от поставщиков. Все лежит на складе у поставщиков, в любой момент доезжаем, забираем. По строителям у нас тогда вопросов нет, что бетон, что арматура у нас в нужном количестве имеется. По технике тоже у нас оснащенность достаточно высокая. Простовь из-за этого точно нет. Ну да, плюс ко всему, в прошлом году появился асфальтовый завод, собственный, у МЖФ. Я так понимаю, что вы этот срок 1 мая тоже подводите, чтобы уже полноценно асфальт завозился. Нет, у нас завод, мы помимо того, что в конкурсах по дорогам выиграли, мы еще выиграли конкурс на восстановление дорог, на ямочный ремонт, так называемый, то есть после зимы. Завод у нас запущен, завод уже работает, мы его разогрели, и на сегодня занимаемся ямочным ремонтом, плюс восстановлением того, что, скажем так, просело на наши объекты с прошлого года, гарантийные случаи. То есть завод работает, люди работают, а с 1 мая там асфальта не будет, и там начнутся работы по вертикальной планировке, по установке бордюров. Асфальт на школе мы, наверное, только в июле начнем укладывать, после того, как все бордюры выставим и подготовим под укладку. Поэтому здесь завод никак не связан. Завод его в случае запустили, и сейчас задача по максимуму желательно его не останавливать до конца сезона. Ну да, я думаю, что может быть и до сентября месяца, до теплых температур, ну, это уже, может, какие-то локальные благоустроительные моменты. Вот насчет общественных пространств, Андрей Георгиевич, тот же парк культурного отдыха, там МЖФ же тоже частично работает, благоустраивает. Ну, береговую линию, вот, насколько я помню. По береговой линии, да, у нас есть в этом году цель, задача, работа по устройству террасными шезлонгами, которые будут украшать там набережную, чтобы можно было и посидеть, и отдохнуть, и позагорать. По дорожкам тоже есть работа, где-то восстановить надо, где-то еще подсыпать. То есть по парку культуры отдыха, большее зависит от парка культуры отдыха, что они планируют сделать. Мы, соответственно, конечно, будем, как МЖФ, помогать в данных мероприятиях. Сегодня надо сделать, обустроить и площадки под ТБО, под урны, чтобы они уже стояли на своттир, либо площадка в виде выложенной бурщадки не на земле, ну, скажем, как бы все было культурно, красиво и достаточно гармонично вписано. По дорожкам, ну, плюс другие работы, по планировке где-то мы делать будем. Ну, что нам партия скажет, то и будем делать по парку культуры. Позвольте к школе вернуться. А вот территория, этот кусок Арбана в земле, в грунте, он чем-то отличается, играет как-то, скажем так? Вот какая земля там в целом в городе, вот в Арбане, она разница между собой? Нет, на самом деле, вот именно у нас район Арбана, он по большому счету однотипный, но сверху буквально там метр, около полутора, это суп из сугринки, ниже идет песчаногравидная смесь. В любом случае, это, скажем так, где-то Вакана и Енисея, то есть русло старое летие, здесь ниже лежит песчаногравидный слой, но верхнюю часть почвы, да, где-то снимаем, где необходимо, где она пучинистая, но на сегодняшний день-то больше сглаживание, скажем так, и отсыпка песчаногравидной смесью до проектных отметок, дальше уплотнение, и все, уже пойдет асфальт, озеленение, спортивные покрытия и прочие вещи. А так, грунты, в принципе, рабочие, нормальные. Ну и в скорое время, после того, как школа будет введена, сдана, там продолжится и жилищное строительство. Сам вот объект не смотрели, насколько он будет близок к будущим многоэтажкам? Ну, к имеющимся понятным, там, в принципе, шаговая доступность такая. И вот еще одна линия будет, многоэтажек рядом с этой школой. На сегодняшний день те участки, которые у нас выходят, получается, на улице Крыло, там, после всего, два осталось, которые рядом с пожарной частью, только два остались. Когда они будут застраиваться, сказать не могу, это вопрос будет, что город, знаю, что которые участки были одни, они были буквально расторгованы месяц назад, те, которые в этом году планируются. Когда те участки будут расторгованы, что на них будет стоять, какие дома, я вам не скажу, потому что история мало, что не ко мне вопрос, это будет, что их департамент, которые расстроились, что они там планируют увидеть. А так, в целом, да, школа в шаговой доступности буквально, рядом все находится, весь микроравион Арбан, достаточно удобный, когда там появится еще парк, который предусмотрен проектом планировать. Ну, там, шикарное место. Да, как мы уже сказали, что это брат-близнец той же 31-й. На 31-й есть там свой атлетический такой круг, мини-стадион, уличные тренажеры, площадка, по-моему, детская, есть она линия. А вот такое же на прилегающей территории будет? Аналогично, да. То есть полностью стадион, футбольный подвес, покрытием, с искусственной травой беговая дорожка прорезиненная. То есть, по сути, по наполнению им будет ровно то же самое, что и, допустим, на 31-й школе и в лицее. Там, единственное, расположение будет немного другое, а так именно по наполнению будет ровно то же самое. Ну, с небольшими вариациями, может, это формы другие, малые будут не те, а другие. А так именно по наполнению, по комплексу всех сооружений будет, по сути, однотипное сооружение. Вот, кстати, Андрей Георгиевич, многие школы, которые новые построены, у них на входе в основном плитка выложена. Это, скажем так, на проектное решение или на решение подрядчика находится? Почему не асфальтируется эту зону? Ну, почему не асфальтируется? Ответ простой, потому что брусчатка выглядит гораздо подвергательнее, симпатичнее, красивее. А что касается стоимости, на самом деле стоимость брусчатки, она либо не дороже, либо в те же самые деньги, получается, что и асфальт. Учитывая текущую стоимость битом, она зачастую дешевле получается, чем делать асфальтовое покрытие. Там не такие тлевания к основанию, но и в целом можно различные конфигурации выложить, скажем так. В любом случае школа не только визуально на фасад смотрится, но интересно же и с космоса посмотреть, как выглядит школа сверху, с Google. Все же пользуются с картами Google, все видно. Симпатично, красиво. Но и самое главное, на самом деле, там уже будут проходить первые и последние звонки, динейки. То есть гораздо приятнее стоять на красивой площадке, выложенной брусчаткой, чем на сером асфальте углы. А какая будет цветовая гамма у фасада? Она будет разноцветная? Да, такая же будет разноцветная, то есть там будет серо-белая, даже не серая, на мой взгляд серый цвет, она по проекту белая. Белая, зеленая, оранжевая, то есть набор, можно фасады посмотреть, они у нас в проекте есть, но это тоже разноцветные фасады, но не такие же, не копия, как на ЭДЦ и на 31-й школе. В любом случае, проектировщики выносят свои изменения, чтобы каждая школа была не похожа на другую. В любом случае, чтобы было отличие визуальное, каждая школа друг от друга. А также, да, то есть набрана мозаика цветов, и около шести, по-моему, и восьми даже цветов. Симпатично, на самом деле, сегодня уже можно проехать и посмотреть, больше блок Б и блок В, по сути, уже деланы терамогранитом. Визуально, можно представить, что будет дальше. Да, даже издалека, в принципе, видно, какого же будет. Да, ну, на самом деле, когда в феврале задачу сами себе ставили, что надо к сентябре успеть, когда терамогранита не было, достаточно грустно. Сейчас, когда появляется терамогранит, уже ощущение внутренне появляется, что школа в ближайших завершений уже, и фасад виден, и какое-то логическое место строить. Ну, материалы российские, либо азиатские? Да, все российские, терамогранит тоже у нас, это Екатеринбург, техноникод, изоляция тоже наша. Из импортных материалов на сегодняшний день, по сути, не осталось ничего. У нас и все системы пожарной сигнализации, охранной сигнализации, и российские. То есть иностранного на сегодняшний день не осталось ничего. Это не то, что потому что заменилось, это вынужденная мера, потому что то, что все попало под санкции, все, что было в проектах, все замедлено российское производство, отечество, чтобы подстраховаться от рисков непоставки, ну и отказа от поставки. Иностранно бурный, по факту нет. Там же, наверное, тоже... Ну, за исключение, понятно, что где-то какая-то архтехника у нас есть, которая по классам, по оснащению. Ну, опять же, она легализованная. Все остальное российское. Да, постепенно появляется у нас и российское железо, если говорить о компьютерной технике и программной обеспечении, что это не доставляет неудобств, можно на этом полноценно работать. А если говорить по системе, скажем так, контроля проводки и слаботочной системы, там же будут и видеонаблюдения, центр и, наверное, какие-то другие моменты такого умного порядка. Да, то есть там предусмотрено, во-первых, потребование безопасности и турникеты, и рамки, и сигнальные вещи, которые необходимы, да, именно безопасности, безопасность в целом, да, то есть и шкодников, и контроль доступа, и все остальные вещи. Плюс у нас по проекту заложена охранная сигнализация, это проникновение, скажем, внутрь помещения, извне, не санкционировано, так сказать, датчики, объемные движения, чердаки, первый этаж полностью, с выводом на пульт охраны, чтобы было видно, где сработал датчик, куда идти проверять. То есть достаточно автоматизировано и упрощает работу охраны, которая будет, скажем, ночью охранять здание. Ну и по контролю доступа, да, то все, что требуется по законодательству, по закону, все там будет, так же, как в других школах. Ну это уже монтируется при практически полной готовности здания, извещатели, камеры? Нет, монтируются именно системы слаботоченные сейчас, в основном это, конечно, кабельные линии по слаботочной системе, они у нас либо под потолком, либо в стенах, то есть до отделки мы должны это сделать, мы должны будут успеть вывести в нужные места кабели, чтобы дальше их расключить, как бы уже после того, как все уже сделано, устанавливать оборудование, делать пусконаладочные работы. Понятное дело, что пусконаладка будет делаться, когда уже все будет завершено, это последний этап запуска всех систем, проверка, отладка, издача их назорным органам. Поэтому, да, то есть сначала у нас, конечно, больше работы по проводам, по простому назову, ну а дальше будет установка оборудования, которая уже заказана, идет и монтаж его, и пусконаладочная работа. Ключевое, конечно, пусконаладка, у них все правильно смонтировано, пусконаладка должна быть ровно, но всегда бывают нюансы. А вот по отделочным работам есть ли какие-то требования к образовательным учреждениям, что они должны быть более экологичные, там, может быть, какой-то класс? Нет, здесь больше не к экологичности, экологичность, она понятная, в любом случае мы применяем только те материалы, точнее, мы монтируем те материалы, которые заложил проектировщик, Копроектировщик, свой же должен заложить те материалы, которые соответствуют всем требованиям, экологии, безопасности и прочим вещам. Там более, больший упор, наибольший упор сделан как раз на пожарную безопасность. Потому что все пути эвакуации, они должны быть из негорючих материалов, потолки негорючие, амстронды. Все остальное, все, что связано с безопасностью людей в случае пожара. Именно на это сделан упор обязательно, и это является ключевым моментом и при строительстве, и потом при дальнейшей сдаче почтонзору. Потому что безопасность на сегодня превыше всего, и это здесь основной упор. Экологичность, понятное дело, то есть поменяется тема те, которые разрешены, которые имеют сертификаты соответствующие, все, что необходимо для того, чтобы их можно было использовать в школах. Здесь школа не первая, поэтому здесь уже путь пройденный. Здесь больше нюансы оформительности, либо оборудование не производит, производитель шел с рынка другой, другого меняется. А так в целом проект подошел еще откатанный, особых изменений. Да, сейчас, конечно же, по всем требованиям безопасности высокого класса строятся вот такие образовательные учреждения. Может, те, кто уже, скажем так, постарее образовательные учреждения, они могут заказать себе эту анти, опять же, огнеупорную пропитку всех, скажем так, элементов, чтобы, не дай бог, огонь не распространялся. Но вот технически, наверное, самые сложные, оснащенные, это классы химии, физики, может быть, там, информатики. А вот у них есть, Андрей Георгиевич, какие-то свои проектные моменты и в целом, скажем так, вот индивидуальный облик? Ну, именно как раз классы химии и физики отличаются индивидуализмом. В одной простой причине, что там делаются опыты различные, то есть физические и химические, поэтому там сделаны в химии, допустим, и в каждой парте канализация подведена, что может была вода подведена, что можно там колбы наполнять, сливать их тут же в канализацию, отвод, вот сделаны подиумы, что было видно, преподаватели, которые проводят опыты, так сказать, ну, как раньше в школе было, так и здесь, ничего не поменялось, просто это более современно, более функционально сделано. А так, да, то есть есть особенности, он как раз именно связан с тем, что там происходят различные опыты физические, химические. Вот единственное отличие, по большому счету, ключевое в этих классах, а остальные классы типовые, по большому счету, ничем не отличаются. Где-то есть интерактивные доступи в зависимости от того, что там будут преподавать, какие предметы, где-то просто обычные доступи. Поэтому здесь уже от директора школы зависит, что там будет преподаваться, в каких кабинетах что-то ставить. Хотя по проекту есть, но сейчас есть нюансы по окраске, каждый директор в том числе. И, ну, директор новой школы тоже хочет быть непохожей на другие школы, чтобы быть индивидуальной, чтобы школа красивая, функциональная. И напоминала не школу, а действительно какой-то общественное пространство, куда приятно подойти, и дети будут туда ходить с удовольствием. Поэтому здесь нюансы, большие формительства, ну, два типа класса, химия, физика, они имеют строительный нюанс. Вот продолжая тему безопасности, а пути эвакуации, они сделаны шире, как-то, может быть, расположены ближе к учебным кабинетам? Или это тоже такое типовое проектное решение? Нет, пути эвакуации, то есть все, что касается пути эвакуации, все рассчитывается проектом. То есть места их расположения, где они должны быть расположены, какой ширины, какие там должны быть. Там нюансов очень много на самом деле, но первая школа, особенно, которую лицей строили, общался с строителем в тот момент, много нюансов было. По ширине проема, которые должны быть соответствующей ширины, по ширине расстояния между перилами, да, то есть стойками перилов, чтобы можно было проточить пожарный рукав туда спокойно. То есть нюансов очень много, только изначально никто не знал, но сейчас все уже об этом знают и уже стараются делать, не стараются делать в соответствии с тем, как заложено проектом. Проект уже все учитывает, поэтому здесь, мы здесь выступаем строительным, то есть мы делаем то, что нам дали по проекту. Ответственность проектировщика запроектирует все правильно и по нормативам, потому что без сдачи надзорным органам школа с квалатацией запущена не будет. Поэтому здесь я настроен на то, чтобы сделать все четко, в полном соответствии с требованием, чтобы сдача прошла без сучкой заданности. Проект реализуется при поддержке федерального уровня, республиканского и городского, три уровня власти. И вот здесь, наверное, кассовое исполнение находится на таком хорошем уровне, тем более, что вы себе срок намного ранее поставили, 1 сентября. Я бы по-другому сказал. У нас на сегодняшний день физические объемы выполнения, которые мы видим физики, опережают то, что у нас закрыто в финансовом плане. В одной простой причине, что построите одно дело, надо еще подготовиться исполнить документацию, сдать и после того, как мы полностью сдадим исполнить документацию, устраним все ошибки, то тогда нам подпишут акты выполненных работ. Без этого подписания не будет. Ну, соответственно, как у всех строителей, все это знают, подготовка исполнить документацию всегда запаздывает относительно физического выполнения. Сначала построили, бумаги потом оформим, но это бюджетные деньги, соответственно, без подписания исполнить документацию никакого выполнения по деньгах появиться не может. Да, нагоняем, да, усилим состав инженеров, которые подготавливают исполнительную документацию. Стараемся и в финансовом плане тоже быть в граффити, который у нас есть в администрации города. У нас еще, Андрей Георгиевич, с вами где-то 8 минут есть. Позвольте еще один вопрос и к жилому встретиться, кто хотел перейти. Там также и лифты есть. Да, то есть в центральном уходе и лифты также. То есть это типовой проект, ничего не поменялся. Ну, как многоэтажное питание. Это обязательно требование для маломобильных категорий граждан, чтобы в полном соответствии с современными требованиями. Ну, вот переходя к жилому строительству, наверное, многих заинтересовало еще на стадии строительства, а теперь уже и в полноценном виде, проект Лазурный. Ну, он, конечно же, расположен в таком живописном месте, а вот что-то подобное новое в архитектурном плане сейчас разрабатывается, МШФ, по жилому комплексу? Разрабатывается. Мы на сегодняшний день ведем корректировку проекта дома, который будет у нас по улице Советская, 123. То есть там определенные мы стараемся и по перепланировке сделать первый этаж нежилым под офисное либо иные помещения и по фасаду стараемся что-то сделать. Ну, учитывая, что проект уже был готов, сильно там ничего не применишь, а вот по другим домам, по новым площадкам, которые мы сейчас земельное участие формируем, там различные идеи рассматриваются. Пока не готов сказать, разные варианты есть, и не только с кирпича, но и с керамогранитом, либо еще с чем. Задача проектировщиков в течение года, учитывая, что те площадки у нас будут только в следующем году, скажем, застраиваться, в течение года подготовиться, предложить варианты для рассмотрения. Ну, и будем стараться делать что-нибудь интересное в плане и визуализации, и общественного пространства, закрытые дворовые территории, рассматриваем варианты. То есть разные варианты смотрим, все упирается в экономику, то есть сколько себестоимость, какая рентабельность. Ну, в зависимости от этого все вместе будем соединять и смотреть, что будем делать. Хочется, конечно, и рентабельность, чтобы лучше было, но хочется, чтобы и что-то интересное, функциональное было дожить. Да, вы несколько опередили. Меня хотел как раз сказать, что ваши коллеги, руководители других строительных организаций делают вот такие проекты закрытой территории, возле дома и кафе, и какие-то учреждения, и шлагбаумы, все остальное. То есть в перспективе такое тоже будет у МЖФ? Ну, вы сами же скажете, что коллеги наши уже это делают. Да, да. Скажем, так должны не отставать от них, иначе есть, чтобы оставаться на месте, надо бежать. Как вы сказали про лицу в зеркале. Поэтому мы однозначно будем соответствовать нашим коллегам, стремиться быть с ними равнее, идти в ногу со временем, так сказать. Иначе мы безнадежно отстанем. Да, конечно, МЖФ строит жилье эконом-класса, но это не говорит о том, что мы должны продолжать его строить до бесконечности. Будем пытаться соответствовать требованиям времени. Андрей Георгиевич, зоночек у нас есть, давайте примем. Слушаем вас. Добрый вечер. Мне надо вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Слушаем вас, Андрей Георгиевич, говорите, пожалуйста. Господин Атлошкин, да? Да, да, да. Два года назад, будучи директором СГК, вы с господином Леменом подписали соглашение по тарифам на отопление и горячую воду вместо 8,2% до 11. Два года прошло, идет суд, вы сейчас в другой должности работаете. Как вопрос будет решаться? Потому что Лемен тоже оптекаемо говорит, вы как бывший директор СГК. Потом разговоров и не было, сейчас снова произведите, что делать дальше. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, как говоришь, тема, конечно, уже не моя, да, то есть, речь идет о соглашении, которое было подписано при переходе в ценовую зону. Ну, как Телезид правильно сказал, правильно заданный вопрос, половина ответа. Идет судебное разбирательство, то есть, решение будет за судом, да, администрация наставит на своем, на тех договорах, чтобы изначально СГК на своем, на своих параметрах. Ну, соответственно, как решит суд, так оно и будет. Да, да, все-таки не будем здесь обгонять судебное решение, какие-то прогнозы делать. Тем более, что Андрей Георгиевич у нас на совсем другой должности находится и совсем другим предприятием руководит. А у нас в гостях бывают иногда представители СГК, поэтому мы этот вопрос им, собственно, и передадим, ваши обязательно зафиксируем. Да, вот появляются интересные такие конструктивные особенности. И, может быть, некоторые горожане несколько опасаются, что будет с домами по Ленкома. Два дома друг напротив друга строятся. Один вот с пандой, грубо говоря, и вот рядышком с ним. Пока там строители не видно. Я так понимаю, что после школы они туда будут заходить. В Ленкома-24, да, у нас объект замороженный. По этой же причине, что действительно, да, то есть строители у нас должны были прийти туда раньше, но они сегодня задействованы на школе. В ближайшее время туда перейдем. Я думаю, мы уже в мае начнем там работы на этом доме и, скажем, по плану будем дальше двигаться. Пока, да, действительно, объект заморожен. Ждем, как люди будут высвобождаться на других объектах. Сейчас на Ленкома-77 будем туда их перебрасывать, чтобы продолжить строительство. Пока, да, действительно, вопрос заключается в дефиците кадров. Мы не можем все площадки сегодня одновременно строить, учитывая два больших обязательства в виде школ. В Абакане и Белометре. Ну, доказательство тому, что все не стянуто абсолютно на школу, строительная площадка Покерово в районе 118 дома. Там постоянно бригада рабочих находится, делают. Да, мы понимаем, что у нас есть школа, это важный объект и нужный. Но, опять же, не забываем про свою основную деятельность строительства жилого на квартирных домах. Это нам приносит основные деньги. Соответственно, нам это надо делать, чтобы содержать коллектив, платить достойную зарплату, нести все наши обязательства, которые мы на себя взяли. Поэтому здесь дома никуда не денутся. Они должны быть и строиться в те сроти, которые мы для себя установили. У нас в гостях была Мария Шестакова, руководитель студенческих отрядов. Она сказала, что на строительство МЖФ также может студентов взять. Это, Андрей Георгиевич, такие простые, скажем так, работы на площадке? Мы с Мария Шестаковой, с российским студенческими отрядами работаем еще в СГК, когда мы на Черногорской полосе тянули. И в этом году действительно мы эту практику будем возобновлять. Да, есть ограничения по студентам, нельзя их допускать к ряду работ. В основном это работы, скажем, разнорабочие, по-простому назовем. То есть они помогают строителям выполнять работу. То есть где-то там на лопате, в простом говоря. Где-то есть специалист, который мог делать кирпичную кладку, там буду подвлекаться. Но, конечно, работы не те, которые ответственны, и не опасны, самое главное. То есть студенты нужны, чтобы им помогать нашим строителям. Да, они за это получают зарплату, надеюсь, достойную. Но работы, конечно, будут у них не те, которые мы на сегодня выполняем профессиональные строители. Их задача посмотреть, научиться, ну и заработать какие-то деньги. Спасибо большое, Андрей Григорьевич, что ответили на все вопросы. Спасибо. Были у нас в студии. Я напомню, что в гостях у нас был директор муниципального жилищного фонда. Если хотите присоединиться к проектам, к строительству, то вся контактная информация находится на сайте МЖФ. Пожалуйста, звоните, приходите, узнавайте. А я напомню про наши соцсети. Подписывайтесь на телеграм-канал Абакан24. Самая актуальная оперативная информация ВКонтакте, сайт, YouTube-канал. Ну и увидимся с вами в эфире на следующей неделе. Всего доброго.